Я ж Ваши елей! Часто бывает, на матчах 17-19-21, Скоро сборы. Вы наверняка возьмете молодых ребят на сборы. И хотелось бы спросить, конечно, фамилию вы не назовете, но есть уже наметки на тех игроков, которые, выполнив все ваши установки на сборах, молодые, могли бы уже весной играть, быть в основном в форме команды? Спасибо. Конечно, они есть. Правильно? Мы следим за всеми молодыми игроками. Наверное, это дает стим улыбрости. И я вижу ребят, когда я прихожу на матч, они совсем по-другому играют. И я рад, что есть сейчас работа всех возрастов Киевского Динамо. Я вижу прогресс в работе школы, в работе Ю-17, Ю-19, Ю-21. Наверное, это очень важно. А кто поедет на сборы и когда поедет сейчас, в следующем миссезоне, я не могу на это ответить. Все зависит от самих ребят, от желаний и еще от многих факторов. Ведь сейчас вы сами видите, что иногда на игру не попадают даже 5-6 человек. И, наверное, нужно спросить, поговорить с президентом о том количестве футболистов, которые сейчас есть. Не так просто открыть дорогу молодому, когда 25 человек в команде. Посмотрим. Мы стараемся. И поверьте, выиграть Лиги чемпионов, когда на поле выходит 7-8 украинцев, это, наверное, уже какой-то показатель. Спасибо. Следующий вопрос. Меня зовут Оля. И я хотела вас запитать, вы, напевно, как каждый в Украине следовали за тем, как сборная квалифицировалась до чемпионата Европы. Как вы можете оценить шансы? Как вы можете оценить игру в сборной, так, в квалификации ДНР? Да. Ну, вообще, игры в сборной – это высочайший уровень, также, как и Лига чемпионов. И всегда непросто, даже когда… Так же, как перед игрой с Макаби, все болельщики считали, что 100% Динамо должно выходить. Также и в играх сборной 100% все считали, что сборная должна выходить с этой группы. Но это непросто. Я рад, что ребята, даже не выйдя напрямую, а выйдя через плей-офф, прошли дальше. Это действительно очень важно для нас всех. И теперь вся Украина будет жить чемпионатом Европы. Сейчас это не ощущается, но когда будет подготовка, наверное, все будут ждать. И я уверен, надеюсь, все будут радоваться нашим победам, так же, как это было в 2016 году, когда мы были в Германии. Я видел по телевизору, что творилось в нашей стране. Действительно, это приятно. И надеюсь, что в следующем году то же самое будет и в этом чемпионате Европы. А вы используете уроки Великого Лобановского в вашей практике тренерской. Спасибо. Конечно, используем. Всех используем. Следующий, пожалуйста, микрофон у кого-то. Добрый день. Меня зовут Ярослав. Я хотел бы поблагодарить вас в первую очередь за победу, за Макаби. Скажите, Сергей Станиславович, что нужно сделать на стадионах, чтобы было поменьше провокаций и поменьше проблем обсуждаться на стадионах на больших матчах? Что вы предложите сделать на стадионах, чтобы было поменьше проблем и чтобы, если нам, мы не оставали больше зрителей? Что я могу предложить? Я могу предложить тем людям, которые рядом сидят, следить и помогать. И быть вместе, быть друг за другом. Так же, как мы на поле, так же и болельщикам, которые видят, что есть какие-то провокации. Они встают все вместе и начинают давать сдачи. Наверное, когда их не будет. Я видел этот момент, когда была провокация с Челси. Наверное, все люди, которые стояли вокруг, смотрели, что происходит и боялись связаться. А эти там, я не знаю, сколько их было, 10-15, они входили туда и начинали колотить кого-то. А мы все стоим, смотрим. Так же, как у нас везде в стране. Мы все вне этого. Нас это не сильно интересует. А когда сейчас пропустили матч, наверное, все хотели пойти на этот матч. Я надеюсь, каждый из нас какой-то урок из этого возьмет. И не только мы с вами, но и наши руководители сделают какие-то меры. Я сказал свою меру, потому что я знаю, что, к сожалению, у нас основная масса такая. Я стою в стороне. Меня это не касается. Ничего страшного. Я в футбол смотрю. Тут бьют. Не мне. Я туда смотрю. Я в футбол. Серьезно, Саш, я вставлю. Сать 5 копеек. Какие тогда были эмоции? Конечно, эмоции ты понимаешь, что ты какую-то работу сделал, и она дала результат. Не один ты, а вся команда. Наверное, это важно. Так же, как и сейчас. Футбол – это, к счастью, командный вид спорта, где ты чувствуешь ответственность за весь коллектив. Я рад, что действительно ребята сделали этот праздник. Мои чувства. Наверное, чувство, что наконец-то это закончилось, можно немножко отдохнуть. Потому что каждый день ты понимаешь, каждая игра – это как последняя. В такой команде, как «Динамо Киев», ты не имеешь права на ошибку. Ты должен сделать все. Это игра. Ты можешь выиграть, можешь проиграть, но важно отдать все работе. И я надеюсь, у нас это получалось. Я вижу, как вы задаете вопрос, вы хотите в кино попасть. Больше, чем я. Поверьте. У меня такого точно нет. Мечты. Я не знаю, как не мечты. Я живу сегодняшним днем и не думаю, что будет завтра. В кино. Я думаю, с ролью в кино Сергей Станиславович будет справиться. Я. Но почему нет? Вряд. Терегиничен. Марина это отметила, она сама такая. Давайте, следующий вопрос. У нас вот народ очень в интернете смотрит трансляцию, задает вопрос. Вот здесь вот есть один интересный вопрос. Екатерина Бондарчук задает вопрос, Сергей Станиславович Вам, можете ли Вы выделить трех самых перспективных молодых футболистов Украины? И кто это? Украины? Да. Украинских. Вот за кем Вы следите, кто нравится, кто мог бы усилить нашу команду? Те футболисты, которые у меня есть в молодежном составе, их достаточно. Те футболисты, которые, я считаю, удачно играли в Лиге Европы в этом году. Да много хороших футболистов, почитайте газеты. Их много. Я считаю, что в Украине очень много талантливых молодых футболистов, им нужно помогать. И во всяком случае, то, что мы сейчас пытаемся сделать в Киевском Динамо, и я очень много разговариваю с ребятами, они видят улучшения. Действительно, в работе им самим нравится. Я рад и так же будем дальше продолжать. Идут из Шахтеря и Деймур Челучевского вам пропонуют посаду головного тренера Шахтеря. Вы согласитесь? Представьтесь. Мария. Мария. Просто Мария. Во-первых, я сказал, что я не воспитанник Шахтера, потому что меня воспитала действительно Динамо. Я был достаточный срок в Шахтере, и я рад тем людям, которые со мной работали, особенно Валене Ивановича Ремченко, который действительно мне очень сильно помог. Но те годы, которые я провел здесь, они меня воспитали. Не потому что я здесь родился или там родился, а воспитали меня как футболиста и в какой-то мере как тренера Динамо. Но поверьте, когда ты столько лет провел Динамо, и здесь здесь мой дом, я сто процентов не пошел бы работать в Шахтере, так же, как и не пошел бы игроком в Шахтере. Но, наверное, это даже не обсуждается. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Это сложно, кого бы я и знал. И здесь очень. Это же надо брать всех техник. Кого-то скажешь и возьмешь, подумает, что он не техничный. АПЛОДИСМЕНТЫ Кто быстрее верует, у нас Максим Коваль верует быстрее. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Я состав, наверное, называть не буду. Кто-то обидится. АПЛОДИСМЕНТЫ Станислав, что я медленник, что ли? АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Важна поддержка на выездных игроков фанатов. Спасибо. Конечно, это важно. Я уверен, что ребята, даже выходя на разминку, если они видят, что есть наши болельщики и поддерживают, то они совсем по-другому играют. Кто может отказаться от поддержки болельщиков на выезде, так же, как и дома? Вы сами понимаете, наверное, любой из вас, выходя во дворе, когда играет, наверное, интересно, когда люди вокруг стоят, смотрят. Даже на уровне дворового футбола. Но когда профессиональные игроки играют, если приходят люди, то мы играем и работаем для них. Спасибо. 44 вопрос. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 ІOULD РАБوجИ ИНОГО АПЛОДИСМЕНТЫ Let me Breakfast D не будет этих инцидентов, и мы как-то перескроемся немножко. Итак, 45 минут, 45 вопросов мы закрываем.